Надеюсь, что это будет цикл видео для тех, у кого зимовка прошла неблагополучно. Смотрим! Привет, друзья, коллеги, девчонки-пчелки! Сегодня мы на пасеке. Поздравляю всех с началом сезона, у кого пчелы облетелись. Ну, а у кого не облетелись, значит, хорошо дозимовать, чтобы пчелы все благополучно вышли. Значит, видео сегодня будет. Вот я всегда говорю, что слабые семьи не надо оставлять или держать на пасеке. Их нужно или объединять, или раздавать по другим семьям, значит, но не надо. Но, опять же, и другая вещь у меня вот тут в душе сидит. Я знаю, потому что два раза начинал заниматься пчелами, когда у меня где-то штук, наверное, 14 или 15 семей было, и они там перебились по моей вине. Осталось четыре отводочка. Я их всю зиму заглядывал, чтобы как-нибудь их укутывал, значит, вытягивал. Из этих четырех осталась одна семейка, там, сотня пчел и матка. Как мне было жалко, у меня до сих пор это чувство вот сидит. И я знаю, что начинающие пчеловоды, которые только начинают, у которых там 5-3 семьи, тяжело вышло с зимовки, вот эта семейка, допустим, и ее надо спасти, надо вытянуть. Так вот, это видео будет об этом. Я уже как-то выкладывал видео, но там у меня что получилось, значит, я разные как бы способы пробовал, а потом уже летом как бы объединил и рассказал. Но оно же как, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. У меня есть, он, отводочек, махонький. Мы его в прошлом видео смотрели, значит, там матка молодая. И это не вина пчел в том, что мне надо было с осеней объединить. Была такая мысля, а потом что-то передумал, думаю, вызимует, перезимует. Там вед закристаллизованный. И семья не смогла справиться с тем, что пчеловод поставил. Вот. Поэтому я вот сейчас наглядно, на примере, хочу показать, как я буду это все делать. И надеюсь, что у нас с вами все получится. Вот. Так что, сейчас переодеваюсь. А, и еще. Значит, привез я шесть этих лепешек канди, канди с пыльцой. Поэтому я на шесть семей покладу вот это канди. Вот. А потом, когда свое замешаю, белковую подкормку, я уже чуть-чуть позже тогда. Ну, на следующей неделе покладу. Так вот. Ну, и будем экспериментировать все-таки, какое канди лучше. Или где больше пыльцы, или где меньше пыльцы, или наша белковая подкормка. Ну, вот как бы так. Сегодня такая работа будет. Вот. Все. Переодеваемся и работаем. Так. Вот такой у нас есть, как бы его назвать. Ну, типа потолочено дно с сеткой. Сетка двойная. То есть, соприкасаться не будут, но воздух будет заходить и тепло тоже. Значит, нашел я семейку. Так. Нашел я семейку. Покладем им еще канди. Вот. Только неизвестно налезет, че не налезет. Сейчас надо, блядь, его растолочить. Вот так. Так. Кладем. О, отлично. Так. Ставим корпус. Есть такое дело. Ставим одну рамочку. Здесь первый мед. Он не закристаллизованный. Вот. Я их пошкрябал. Поэтому, чтобы им легче было до него доставать. О. Так. И сейчас перенесу. Кстати, если живые они. Так. Может, они уже и пропали. Я не глянул. Сначала. Так. Ага. Так. 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 Здесь есть. Сейчас мы их... Если тут матка есть. Было. Они, бедняжки, уже на последнем издыхании. Посмотрю матку. Потому что, если матки нет, это бесполезно. И наш труд будет. Матка есть. Все. Так. И струшиваем. Какой-то. Так. 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 так поставим им сюда заставные на одной рамочке подметем их туда под под рамку все получится получится не получится не получится значит я предвижу что будут комментарии можно было подставить рамку с пчелой ну вот я вам скажу так что рамка с пчелой для вот этого этот водочка она ничего не даст и есть вероятность того что матку просто-напросто убьют да и все потому что облет был в семьях уже расплод есть ну так 50 на 50 поэтому мы им создали как бы теплые условия сейчас они немножко отогреются вот перейдут на рамку на эту тут мед хороший им не нужно будет тратить силы на разогрев этого меда вот и будем смотреть что получится вот такой вот канди кстати это я брал у днепровского пасечника прошлом году или позапрошлом не чистая канди сахара или сахарной пудры мне не понравилось твердое было сейчас ребята технологию переработали мягкая хорошая от пролежала она у меня вырезал вот такой по диагонали прямоугольник пленочку закатил и сверху сверху на семью покладем вот так пускай кушают кстати меня спрашивают часто спрашивают последнее время сейчас вот пленкой полностью укрывать значит или оставлять продушины там и тому подобное значит хочу сказать что сейчас укрывайте уже кто пленки кто там холстики ложит сплошную гнездо укрывайте почему почему на зиму нужно продушину оставлять да потому что клуб на микроклимат в улье не влияет он не может вентилировать и все эти пары а он дышит и все эти пары которые исходят из клуба значит они должны каким-то образом уходить с улья поэтому мы делаем продушины отдушины сетку на дно ставим чтобы убрать эти пары помогаем пчелам а вот уже когда клуб распался когда они начали активную жизнедеятельность тогда мы укрываем оставляем вентиляцию только через литки вот почему потому что клуб уж тут клуб пчелы сейчас уже самостоятельно вентилирует самостоятельно устраивают у себя в гнезде вентиляцию и поддерживают микроклимат тот который им нужен вот поэтому не задумывайтесь ничего укрывайте утепляйте и пускай они развиваются так а тут мед выели даже даже сверху поэтому за кормами сейчас нужно смотреть кормов едят так матки тут нет бывает что матка переходит тут самое теплое место на верхней рамке и матка бывает переходит начинает яйцекладку вот так кладем провязанной части и пускай едят посмотрим матки девятнадцатого года все ну и такие вот семьи выбирал нормальные чтобы не тормозили теперь посмотрим результат так ну пока я тут часик занимался сейчас глянем поднялись они на рамку или не поднял или прилипли до теплого до теплой сетки сейчас глянем короче картина такова на камеру плохо наверно будет видно значит они собрались под передней стенкой часть сидит на сетке а часть уже зацепилась за рамку он разведчицы уже по метку ходят вот так что все процесс пойдет не будем их тревожить больше закрываем и пускай они обживаются ну вот друзья на этом наша эпопея с сохранением матки на сегодняшний день закончилась будем дальше наблюдать во что она превратится если все таки у нас этот эксперимент получиться здоровья и благополучия друзья вам всем хорошего сезона удачного до новых встреч пока друзья